Всем привет! Вы смотрите канал Финты Вордпресса. И сегодня у нас новая серия курса «Как изменять WooCommerce». И сегодня мы уже более конкретно поговорим, начнем разбирать все сущности последовательно. И сегодня у нас страница товара. Ну прежде чем конкретизировать, еще раз я хотел вам напомнить, что WooCommerce это все-таки плагин под WordPress. И, соответственно, WooCommerce использует все сущности именно WordPress. Например, сами товары являются произвольной записью. Категории и метки атрибуты, ну, в большей части своей, являются произвольной таксономией. То есть все это сущности самого WordPress. И про это не надо забывать. Теперь перейдем, собственно, к файлам. Я еще раз напомню, что я показываю все это на GitHub. В принципе, вы можете себе скачать этот плагин и просто посмотреть эти файлы. Итак, раз это у нас стандартная сущность WordPress, соответственно, за вывод данных на странице товара, на единичной странице товара отдельно, работает файл Single Product. Ну, так работает WordPress. То есть Single PHP это общий файл, Single Product в данном нашем случае это файл, который отвечает конкретно за вывод самого товара. Но так как в WooCommerce все подключения происходят по принципу матрешки, то и здесь, собственно, так оно и обстоит. То есть сначала мы берем общий файл, потом к нему подключается какой-то дополнительный файл, кусочек кода, к нему еще один кусочек кода. А бывает так, что в одном файле много-много-много кусочков кода подключается. Сделано это не просто так, а для более удобной кастомизации самого WooCommerce. Итак, у нас есть файл Single Product. В него внутри подключается, если мы посмотрим, вот эта функция WC Get Template Part, отвечает за подключение определенного файла. Первым параметром идет первая часть названия файла, вторым параметром идет вторая часть названия файла, именно через тире или через дефис. WC Get Template Part, это аналог функции для WooCommerce, та же самая функция Get Template Part, то есть подключение части кода. Вот, собственно, этот файл у нас и подключается. Также в этом файле у нас есть три базовых хука. Ну, в данном случае эти хуки такие вот, то есть, main.before.my.content, after.my.content, то есть это хуки, предназначенные для именно вот создания оберток, вот таких вот всех вещей. Ну, то есть, если мы посмотрим описание этого хука, то здесь как раз и будет, то есть открывающая часть обертки, и здесь же вешаются еще и хлебные крошки. На after.my.content закрывающая просто, обертка закрывающаяся вешается. Причем, обратите внимание, если мы вот возьмем просто-напросто и поищем в WooCommerce эту функцию, все, в принципе, все такие функции, которые вешаются на, именно на хуки при выводе фронта, они все, как правило, сидят в файле wc.template.functions, то есть базовый файл, где там все функции расписаны. Если мы здесь все эти функции посмотрим, откроем, то мы увидим, что, в принципе, все эти функции представляют собой просто обертки для подключения каких-то дополнительных файлов. Ну, то есть, если мы здесь посмотрим, wc.get.template, он подключает файл из папки global, файл называется wrapper.start. Вот, собственно, и все. И, соответственно, если мы сейчас можем даже открыть этот файл, вот она папка global, и вот он wrapper.start. То есть здесь у нас просто-напросто, ну, в данном случае здесь прописано для каждой конкретной темы именно от автоматикс, то есть 211, то есть именно вот поддержка, а, в принципе, можно добавлять свои какие-то вещи, это ничего не мешает. Ну, и закрывающий тег тоже самое. Да, то есть здесь просто закрывающие теги выводятся, и все. Окей, это то, что я хотел рассказать о том, что у нас представляет собой сингл-продукт. Ну, у нас здесь еще остался один хук, называется WooCommerce Sidebar, на него вешается именно вывод сайтбара на странице товара. Это уже все зависит от верстки. Но три хука у нас в файле сингл-продукт, они имеют место быть. Теперь погнали дальше, к внутренним файлам. Итак, у нас здесь подключается файл content.single-продукт, вот он. И вот здесь как раз у нас та самая матрешка, в которой много-много-много маленьких матрешек подключено. То есть в данном случае этот файл отвечает именно за вывод не просто глобальных каких-то оберток, а именно конкретно каждого элемента товара. Если мы внимательно прочитаем название функции, то здесь сразу все становится понятно. Например, хук WooCommerce Before Single Product Summary, на него подвешивается вывод сообщения о том, что это распродажный товар, Show Product Image. То есть здесь уже вывешиваются именно и изображения товара. Итак, следующий важный хук у нас это WooCommerce Single Product Summary. Собственно, здесь на этом хуке выводятся все части нашего элемента. Но, опять же, если мы посмотрим саму функцию, то мы опять увидим, что здесь просто подключаются какие-то файлы. Соответственно, если мы открываем, вот здесь есть папочка Single Product, и вот здесь как раз в этой папке сидят все элементы нашего товара. Ну вот открываем товар. То есть здесь у нас товар заголовок, цена, краткое описание, атрибуты, дальше идет количество, кнопка в корзину и метаданные. Дальше у нас идет табы, и дальше у нас идут апсилы и похожие товары. Вот, собственно, и все элементы, которые у нас выводятся. Но при этом по файлам все это разбито довольно так подробно. Ну давайте просто сверху вниз объясню, что к чему. Папка ADD to Cart, она отвечает за вывод кнопки добавить в корзину, вот именно на самой странице товара, вот этой вот именно кнопки. Ну просто в зависимости от того, какой у нас тип товара, то есть вариативный, сгруппированный, загружаемый или простой, то есть здесь идет сразу форма, и здесь сидит сразу, разные параметры выводятся в этой кнопке. Поэтому здесь вот этот важный момент, обратите внимание, потому что кнопки все разные. То есть в зависимости от, еще раз повторюсь, в зависимости от типа товара выводятся разные кнопки. Еще обращаю ваше внимание, в каждом этом подключаемом файле могут быть свои хуки. Вот, например, смотрите, вроде простая кнопка, а хуков здесь раз, два, три, четыре, пять. Пять хуков. Ну, для тех, кому интересно, например, я в своем плагине, который вот это вот заказать в один клик, я подвешиваюсь вот на этот хук. Он такой глобальный, с кузняком проходит через все виды товаров, и поэтому на него удобнее всего подвешиваться. Вот именно эта папочка отвечает именно за вывод кнопки. Папка Tab, вот эта папка отвечает за вывод именно вот этих вот вкладок. Внутри этой папки, соответственно, для каждой вкладки свой товар. Additional Informations, это дополнительная информация. В русском переводе это называется детали или техническое описание, но чаще всего здесь выводятся именно атрибуты, те, которые для каждого товара, если они есть. В кнопке File Descriptions выводится описание. Ну, здесь стандартный прям вот, the content and стандартный функционал самого WordPress, который выводит, собственно, контент, который указан в редакторе самого товара. Ну и Tabs, это файл, который отвечает именно за распределение этих табов. Здесь вот два Forge'а стоят, то есть здесь это формирование самих вот этих вкладок. Вот такие вот у нас две папочки интересные. Дальше файл Meta, это у нас отвечает, файл, который отвечает за вывод вот этих вот метаданных. То есть здесь выводится артикул, рубрики и метки. Если мы посмотрим код, то здесь, собственно, так и будет. То есть идет SKU, то есть артикль. Дальше идет список рубрик, список меток. Ну или если подходить с WooCommerce вещей, список меток и список категорий. Ну и, естественно, тоже здесь присутствуют свои два хука. Фотосвайп, вот здесь вот этот файл такой, здесь ничего нету, но объясню, почему ничего нету. Дело в том, что с версии 3.0, видите, файл появился в версии 3.0 самого WooCommerce. WooCommerce перешел на другой скрипт, который отвечает вот за вот эти вот все вещи. Всплывашки, вот эти вот, то есть тот, который, вот, тот, который отвечает за вывод Lightbox. И вот этот скрипт, фотосвайп, собственно, он так и, он сам по себе так формируется. То есть, чтобы вот появилась вот такая штука, вот такое вот окно, нужно вот такой HTML-код. То есть, ну, так работает скрипт. Собственно, вот с этим скриптом делать вообще ничего не надо, если вы хотите, чтобы у вас вообще все корректно работало. И поэтому этот файл подключается отдельно, он там подключается специальным образом, просто вам для информации, что вот этот файл предназначен для того, чтобы корректно работал Lightbox. Файл price.php. Этот у нас, соответственно, файл у нас выводит именно цену. Причем, в зависимости, опять же, да, от того, какой у нас товар, выводятся разные товары. Опять же, если есть распродажная цена, то он тоже ее выводит. Здесь вызывается метод самого класса, который отвечает за вывод товара, getPrice.html. И вот, собственно, в этом методе происходит формирование определенным образом самой цены. Причем там же не только цена формируется, там формируются еще вот эти вот штуки, которые отвечают за вывод валюты, за вывод валюты справа или слева, с отступом или без. То есть, там довольно такой навороченный функционал всего этого дела. Продукт атрибуты, соответственно, этот файл отвечает за вывод атрибутов. Ну, а так как у нас атрибуты бывают не только в виде таксономии, а еще и в виде просто меты, то есть мета данных, то вот как раз, собственно, вот это вот здесь и выводится. Атрибуты в виде таксономии используются в вариативных товаров, то есть вот здесь вот. Вот это как раз таксономия. Если мы здесь, если мы указываем атрибуты в самом товаре, то есть, например, вот сразу вот здесь вот мы указываем, то что называется индивидуальные атрибуты. Здесь вот глобальные атрибуты в виде таксономии, а индивидуальные атрибуты как раз, вот, вот если мы здесь добавляем индивидуальный атрибут товара, тогда это будет считаться просто метой конкретного товара, то есть мета полем конкретного товара. И, соответственно, тоже будет выводиться именно вот в этой вкладке, но там уже оно по-другому немножко выводится. И, собственно, вот в этом файле продукта атрибуты у нас как раз все это дело и работает. Опять же, и здесь же выводятся все эти данные по поводу габаритов товара, веса товара, вот эти вот все штуки. То есть, ну, вот функция, которая отвечает за вывод веса товара, за вывод габаритов товара. То есть, вы имеете в виду, если вам где-то надо будет отдельно выводить именно вот этот функционал, именно на странице или в карточке товара, или на странице товара, то вот прямо отсюда можно брать и смотреть. Следующий файл Product Image – это у нас файл, который отвечает за вывод основной картинки. Потому что у нас здесь, для тех, кто верстает, прошу обратить внимание, у нас здесь вывод именно вот этого блока с картинками, он состоит как бы из двух. То есть, основная картинка и миниатюры. Вот, соответственно, файл, который отвечает за Product Image – это как раз файл, который отвечает за вывод миниатюры. Причем, опять же, в этом же файле уже есть и хуки, и фильтры, здесь уже конкретно под каждый конкретный случай вывода картинки можно уже формировать нужный HTML. В данном случае здесь вот как раз именно HTML формируется, чтобы правильно срабатывали все эти лайтбоксы, чтобы правильно все это дело миниатюры выводились и так далее. Файл product thumbnails, это, соответственно, отвечает, файл, который отвечает за вывод вот этих вот миниатюрок, причем, обратите внимание, с версии 3.3.2 здесь раньше были прям вот такой вывод миниатюр большой, теперь все это они вынесли в отдельную функцию, ну вот насколько я вижу, да, вот эта вот функция, которая формирует сам, вот она, вот это, раньше вот эта функция была вся в файле, теперь они вынесли ее отдельно в конкретный файл. И вот эта функция, собственно, формирует тот самый HTML, который необходимо выводить на миниатюрах, но здесь есть фильтр, вот этот вот, с помощью которого этот HTML можно получить и как-то изменить. Дальше поехали. Рейтинг. Файл рейтинг отвечает за вывод именно звездочек, вот эти самые звездочки, которые, вот эти вот звездочки, вот за эти звездочки как раз отвечает файл рейтинг. Рейтинг это вывод похожих постов, здесь уже стандартный цикл, он здесь, в принципе, везде так работает, и на похожих, и на апселлах, и на кросселлах, то есть именно вот эти циклы, они вот именно так всегда здесь собираются. И опять же, да, обратите внимание, открывающий тег, то есть заголовок, открывающий тег, дальше мы пошли просто перебирать полученные товары, и подключаем просто файл контент продукта, который отвечает за вывод ленты товаров. Ну и дальше закрывающий тег, все. Немножко я тут подобрал, файл рейтинг PHP используется для вывода общего рейтинга, как правило, он выводится вот здесь вот, именно под тайтлом. И это общий рейтинг, который вот согласно отзывам оставляется, там чем больше рейтинг, то вот здесь вот как раз средний рейтинг и выводится. А вот дополнительные три файла, рейтинг, ревью, мета, ревью, рейтинг и ревью, как раз отвечают за вывод, собственно, этих вот самых отзывов. Функционал отзывов в e-commerce использует именно штатный функционал комментариев, но если мы посмотрим, вот смотрите, файл ревью, здесь это как раз, собственно, стандартный комментарий самого WordPress. Их также можно править, а также здесь есть хуки и вот эти все штуки. Соответственно, ревью рейтинг файл, это, он отвечает именно за звездочки, которые я уже показывал, именно вот за эти. Вот именно вот за эти. А ревью мета файл отвечает за вывод, соответственно, мета данных. Выводится там автор, дата, еще там что-то, вот такие все штуки. Сейл флэш, файл сейл флэш отвечает за вывод вот этого названия. Вот, за вывод слова распродажа. Но здесь что-то у меня его сейчас не видно. Но, собственно, вот этот файл отвечает, ну здесь видно стилями, надо его подправить, у меня тема-то такая. Собственно, вот файл сейл флэш отвечает за вывод слова распродажа. Работает данная штука вот довольно просто. То есть, если в товаре есть в поле распродажи какие-то данные, он начинает выводить вот это, вот просто подключает этот файл, и начинает выводиться фраза распродажа. Соответственно, с помощью фильтра self-commerce, self-flash, можно менять HTML вокруг этого слова. Файл share.php То есть, сам файл share.php подключается через эту функцию, single sharing, на 50-м, то есть, в самом конце. То есть, уже после вот этих вот категорий, меток, то есть, где-то между вкладками и после вот этого краткого описания, тайтла, вот эти все штуки. Но, как вы сами видите, в этом файле share ничего нету, кроме одного хука. То есть, на него можно подвешивать вывод, кнопочек поделиться, еще что-то, вот такие все штуки. Short description, это файл, который выводит данные из поля краткое описание и выводит он его, соответственно, вот это вот, собственно, вот это вот краткое описание и есть. Файл сток отвечает за вывод notice, вывод сообщения. Если в товаре отсутствуют запасы и установлено управление запасами, то тогда, если человек заходит на этот, на этот товар, ему будут выдаваться сообщения о том, что товаров больше нет, извините парни, вот таким вот образом. Ну, title это стандартный файл, который выводит, соответственно, title. Причем, обратите внимание, выводится все из стандартной функции the title, в этой функции есть свои фильтры и если надо поменять HTML, то можно использовать уже фильтры вот этого вот, вот этой функции the title, но там уже надо смотреть через условные теги, потому что фильтр глобальный и он будет выводить на всех страницах. Ну и апселлы, это, собственно, товары, которые могут понравиться, что-то она практически аналог похожих товаров, но только который задается вручную. Итак, в итоге у нас получается следующая структура, то есть есть общий файл single product, к нему подключается файл content single product, внутри файла content single product с помощью хуков и функций подключаются уже файлы из папки single product, именно из папки. Каждый файл отвечает за вывод нужного контента в зависимости от того, где он должен располагаться, соответственно, там он на нужных хуках он и располагается. Теперь давайте посмотрим, как можно все это дело подключать и переподключать. В прошлом видео мы с вами рассмотрели, как можно отключать конкретную функцию, но существует еще такой в WordPress, такая функция называется remove all actions. И если мы в нее передадим название нужного хука, ну вот, например, давайте вот этот вот передадим. Здесь вы видите, здесь вот много-много-много-много разных всяких файлов подключается. Соответственно, давайте передадим и посмотрим просто, что получится. Получается вот такая штука, то есть у нас отключились все функции, которые располагались вот в этом правом столбце, то есть заголовок, краткое описание и так далее. Данным способом можно и пользоваться, да, то есть сначала все отключаем, если нам ничего не надо, а потом начинаем постепенно подключать. Ну, соответственно, подключение происходит уже штатно. От action и дальше начинаем просто-напросто выбирать, какие функции нам нужны. Например, давайте выведем сначала цену. Мы выводим на тот же самый хук, но только давайте, наверное, с другими приоритетами давайте все это выведем. Пусть будет цена сначала будет с приоритетом один. Обратите внимание, что вторым параметром в хуке я указывал именно функцию. Так как я использую сейчас не свою функцию, а просто штатную, то можно вот, собственно, вот таким образом и делать. Окей, цена вывелась. То же самое можно сделать для всех остальных, например, параметров. Ну, например, давайте мы выведем кнопку после цены. Дальше мы выведем метаописание. Смотрите, что получится. Я не меняю приоритеты, то есть у меня приоритет везде один. И давайте посмотрим, как у нас будут выводиться данные именно вот если мы не изменяем приоритеты. Что у нас выводится в первую очередь? Выводится прайс, потом выводится корзина, кнопочка в корзину и потом выводятся метки. То есть в данном случае все это работает именно согласно того, в какой последовательности у нас подключаются функции. Если мы здесь укажем пятый приоритет при выводе кнопочки, то у нас кнопочка, соответственно, будет выводиться после уже всех метаданных. Вот таким вот образом можно выводить дополнительные данные. Но на самом деле отключение полностью всех функций, оно очень редко бывает нужно. Бывает нужно наоборот. Например, просто перенести какой-то элемент куда-то. Например, нам не нужны метаданные, чтобы выводились они именно вот здесь. Давайте их выведем прямо под заголовком. Эти метаданные. То есть как это делается? Сначала мы отключаем с помощью remove action, где у нас находится метаданные. Вот они, да? То есть вот с этого хука. Мы их сначала отключаем. Не забываем указывать приоритет в данном случае. Приоритет в данном случае у нас он важен. Итак, проверим, отключились? Да, отключилось. Теперь давайте мы их просто подключим в другом месте. Функция нам известна, то есть метаданные. А вот, ну не знаю, если под заголовком, то тогда нам нужно использовать тот же самый хук, но только с приоритетом, допустим, 7. Потому что заголовок выводится с приоритетом 5. То есть в принципе оно все повторяется. Ну вот они, да? То есть метка заголовка. Другой момент, что нам, например, нужно выводить только артикул. Без категории и без меток, да? Вот именно вверху метаданных. Вот здесь уже просто так вывести не получится. Потому что, напомню, мы с вами когда смотрели файл мета, здесь сразу все выводится. То есть здесь сразу выводится и артикул, и мета, и все вот эти штуки. То есть у нас два варианта. Тогда мы или правим этот файл, или сделаем еще проще. То есть мы берем вот этот хук. Можно вешать собственную функцию. Назовем его VucastArticleAfterTitle. Ну то есть мы выводим артикул после заголовка. То есть приоритет тот же. Ну и теперь мы тоже самую функцию делаем. Так как у нас хук, у нас на вход функции ничего не подается, нам нужна просто функция. Теперь давайте подумаем, как вообще можно все это дело изменить-то. Самый простой способ просто взять и скопировать уже существующее. Ну вот здесь вот выводится уже артикул. Ну что нам мешает сразу использовать именно вот этот функционал? Ничего не мешает. Самое главное только вот правильно все это дело скопировать. Итак, давайте посмотрим, что нам здесь говорят. То есть нам сначала проверяют, что если у товара есть артикул и он включенный или, тут такое двойное условие, то есть если есть артикул и или есть, ну или товар вариативный тоже, то есть идет проверка. Но так как у нас здесь запрашивается метод общего класса product, нам надо сначала, соответственно, эту переменную вызвать. Вызывается эта переменная через global. То есть это глобальная переменная. и в ней уже сидит весь объект этого класса, весь объект товара, из которого мы можем вытаскивать те или нужные данные. В принципе, в этом объекте товара сидят все данные о товаре, там и цена и все на свете. Ну вот таким вот образом давайте посмотрим, что у нас получилось. Так, здесь у нас артикула нету и поэтому у нас здесь ничего не выводится. А вот здесь у нас артикул есть. Давайте посмотрим, что получается. Вот. То есть вывелся только просто сам по себе артикул. Но при этом других данных из файла meta.php, то есть рубрики меток у нас нет. Соответственно, можно опять же все это дело разделить. То есть, ну, коли мы там вешаем, то коли мы здесь эти отключили, нам нужно рубрики и метки, надо же где-то выводить. Давайте вот таким же образом его и выйдем на сороковом приоритете. Все то же самое. Ну вот так вот функцию я назвал, meta before tabs, ну типа перед вкладками она выводится. Сороковой приоритет. Ну и дальше у нас очередную функцию пишем. Для тех, кто не в курсе, вот такие вот коротенькие функции, которые вешаются на какие-то хуйки, они называются сниппеты. Соответственно, мы с вами сейчас круто пишем сниппеты. Итак, функция у нас вот эта вот. Нам на этой функции нужно вывести рубрики и метки. Ну, соответственно, вот тоже самое. Берем, тупо копипастим. Соответственно, аккуратненько проверяем, чтобы у нас не было никаких ошибок. Опять же здесь, как видим, здесь тоже запрашивается общий объект товара. То есть, ну здесь вот по ID, я так понимаю, выводится все это дело. Ну да, ID рубрик, получается ID самого товара. Давайте посмотрим, что получилось. Ну вот, здесь категория велосипеда, артикул вот здесь. Здесь у нас артикула нет в товаре, но зато есть категория и метки. Вот, собственно, вот таким вот макаром все это несложно выводится, изменяется. Еще раз повторюсь, это мы с вами проделывали изменения на странице самого товара. Ну, вот таким вот образом. Технически все довольно несложно. Самое главное понимать структуру именно самого, самой страницы, понимать, как правильно работают хуки и как их можно использовать. Сегодня я вам показал просто пример. В принципе, страницу товара можно сделать какой угодно, именно благодаря хукам и именно благодаря вот этим всем вещам. То есть, любой контент, который выводит тот или иной файл, можно подключать отдельно, можно сформировать собственные функции и можно все это дело переделать. Именно таким образом и надо изменять WooCommerce. И бывают моменты, когда нам необходимо изменить именно файлы, но они встречаются очень довольно редко. И причем с каждой версией WooCommerce это происходит все реже и реже. Как правило, практически любой функционал можно сделать или добавить, или изменить через хуки и фильтры. Ну вот таким вот образом на сегодня все. Сегодня мы с вами рассмотрели страницу товара, именно конкретно товара, разобрали структуру именно файлов, какие где подключаются. Я вам показал, как можно переносить те или иные данные внутри страницы. И на этом, в принципе, сегодня все. Если у вас есть вопросы, пишите в комментариях. Если есть какие-то конкретные предложения, ну например, что-то конкретно сделать со страницей товара, тоже пишите в комментариях. Если будет что-то интересное, я покажу тогда в следующем эпизоде. На сегодня у меня все. Если видео было полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok